Прямоугольник, ромб, квадрат. Ну, все другое. Праллелограмм, в котором есть прямой угол, ну, а если есть один, то и все остальные, называется прямоугольник. Если в параллелограмме есть хотя бы один прямой угол, то это прямоугольник. Давайте поймем, почему так. Вот у нас есть параллелограмма, что это произвольно. Предположим, что это угол прямой. Господа, давайте вспоминать. Если этот угол прямой, как доказать, что вот этот тоже прямой? То этот угол, это что 80 минус 100. Конечно. Если проведем прямую вот так, то есть на параллельность, здесь будет тоже прямой угол. А если здесь 90 градусов, то, значит, здесь тоже. Отлично. Значит, эти два угла прямой. Так, а почему это прямой? Симметрия. А то есть причине. Потому что продолжаем здесь прямой угол. Отлично. Здесь тоже 90. Но если три угла прямых, то четвертый прямой. Отлично. Значит, если есть один прямой угол, то тогда автоматически это уже прямоугольник. Так, дальше. Четырехугольник, в котором все углы прямые, является прямоугольником. Представьте себе, у нас есть четыре прямых угла. Как доказать, что это прямоугольник? Обратите внимание, это теорема. Потому что по определению у нас тут, что такое прямоугольник. Это параллелограмм, в котором все углы прямые. Правильно? Отлично. Так почему же, если все углы прямые, почему же у него противоположные стороны будут правильные? Если все углы прямые, то это должен быть, как бы, обязательно четырехугольник, который будет стройным. Замечательно. Почему у него сторону правильных? Вот почему не может быть так, что углы прямые, а вот эти вот две стороны взяли и пересекли? Сумма углов с треугольником. Почему такое невозможно? Стоп. Потому что тогда это углы прямые. Почему? Поле подсказывает, потому что сумма углов вот у этого треугольника была бы больше, чем 180 градусов. Согласны? Вот, ну, например. Следующая задачка такая же простая. Дан треугольник, у него провели диагональ. Вот какие-то два отрезка. Докажите, что они равны. Дан произвольный прямоугольник, как доказать, что длинный его диагональ работает? Я напоминаю, что такое прямоугольник. Прямоугольник это параллелограмм, у которого углы прямые. Если мы можем взять два треугольника из этого прямоугольника. Какие два? Ну, допустим, это О, значит... Не надо. Никакого О не надо. Все проще. Как доказать равенство диагонали АС и ВД? Диагональ ДВ делит равенную роль на 2 равных поугольников. Дальше диагональ АС делит эти два одинаковых поугольников. Я думаю, что все легче поугольников. Повторяю, доказать равенство отрезка ВД отрезку АС. Доказать, что длина АС такая же, как длина ВД. А вот отрезки делят треугольник на 2 равных поугольников. То есть, стоит на эти треугольники, потому что длина АС. Не понимаю ничего. Ну, отрезки, но эти отрезки... Вспомните, пожалуйста, как вообще доказывается радиство каких-то отрезков. Что для этого всегда мы делаем? Чтобы доказать, что какие-то два отрезка равны. Что мы для этого каждый раз делаем? Вспомните, пожалуйста, уже сегодня мы доказывали равенство каких-то там отрезков. Даже не на предыдущие занятия, а на конкретные сегодня это было. Мы выяснили конкурентные треугольники. Отлично. Какие? ДАД и БЦД. Надо указать разумные отрезки треугольников. Чтобы они не только были как ВН, но и чтобы они доказывали равенство отрезков АС и ВД. Вы назвали два треугольника с общим диагональю, с общим отрезком ВД. Это совершенно неправильно. Надо, чтобы в одном треугольнике самой длинной стороной была бы сторона ВД, а в другом треугольнике самой длинной стороной была бы сторона АС. А чтобы треугольники в этом были бы конкурентны, вот тогда бы у нас все получилось. Ищем на картинке два конкурентных треугольника. Куда, пожалуйста. Треугольник АСП и треугольник ТПА. Отлично. Выходите, пишите. А, Б, С. Давайте его зажать для надежности. А, Б, С. Есть такой треугольник. Заметьте, значит, вершины, самую маленькую углу, потом прямую углу, потом среднюю. Д, все, уже неправильно. Эти треугольники нет в ВН. Знаете? Надо найти два конкурента треугольника. Осталось объяснить, почему же эти два треугольника в ВН. По трем сторонам. По трем сторонам. То есть вы считаете уже доказанным, что сторона АС равна вне стороне ВН. Но вообще-то в задаче у вас просто именно это доказать. И так, по какому признаку треугольник А, Б, С конкурентен треугольник Д, С, В? По двум углам и стороне нижней. По каким углам и какой стороне? По углу А, Б, С и угол В, С, Д и сторона В, С. А почему угол А, С, В равен углу Д, В, С? Непонятно. Если треугольники все углы прямые, то значит, А, В, С прямой? То есть А, В, С прямой? Нет, один прямой углу, да, конечно. Треугольник А, В, С и треугольник Д, С, В это действительно прямоугольные треугольники. В одном случае Л углу В, в другом случае Л углу С прямой, это правда. Но я не понимаю, откуда еще один углу это быть. Вы же хотели воспользоваться признаком по стороне этому углам. Один прямой углу ДА есть, а другие почему А, В, С прямой? Понятно? Вспоминаем признак, по которому эти два треугольника очевидно конкуренны. Вот, у стороны, у стороны, у стороны, у стороны, С, В, А, В. Значит так, у нас есть два треугольника, посмотрите. Вот здесь один треугольник, здесь второй треугольник. Надо выписывать соответствующие элементы. С одной стороны есть другая сторона. То есть угол С прямой, замечательно. Значит угол С это 90 градусов, да? А здесь соответствующий, это угол В. Отлично. Угол здесь, здесь прямой углу такой, здесь прямой углу такой. Есть? Есть. Теперь смотрим сторону. Здесь есть сторона АВ. Здесь что соответствует этой стороне? С, Д. С, Д. Вот разбираемся, АВ и С, Д это одно и то же или нет? А, В, а здесь Д, С. А мной тоже. А не равны это, которые не лабора? Да, мы к этому правилам, отлично, равно. Так, теперь другое есть. Вот здесь вот В, С, а здесь С, В. Правильно, это просто один и тот же ответик. Значит по двум сторонам и углу между ними, вот этот вот треугольник, компрентен вот этому, правильно? Да. А значит? Значит вот эти стороны, а как? Значит длинные стороны, а, С, и, В, Д. А, С, равно, Д, В. Спасибо, отлично.